на одном ресурсе некто задал вопрос керншпехту основателю европейской федерации венчун может ли керншпехт доказать что его венчун работает на улице потому что по опыту человека который задавал этот вопрос ничто не венчун никакие либо другие направления типа айкидо или еще чего-то на улице не имеют никаких шансов против борца или против боксера разгорелась дискуссия нормальная дискуссия среди тех людей которые во-первых являются активными членами организации венчун европейской сам керншпехт высказал свое мнение по этому поводу ну и конечно же там были различные люди которые пытались утверждать что керншпехтовский венчун не работает вообще ни на улице не в действительности не в реале вообще нигде даже в спортзале так мне понравился там один комментарий человек ему по моему около 55 лет например моего возраста мужик он написал кратко я за всю свою жизнь сколько я дрался на улице немец да в германии тоже на улице дерутся причем очень хорошо сколько я дрался на улице с разными вид гоп никами сколько я работал в охране сколько я работал вышибалой на дискотеках я не могу подтвердить то что говорит этот человек утверждая что венчун не работает он говорит в 87 вру в 97 году этот человек после занятий кикбоксом перешел в европейскую организацию венчун керншпехта и начал заниматься там и вот что он пишет благодаря технике часао которую компилировал экстрагировал керншпехт из нескольких направлений венчун и компилировал в свой стиль мое мастерство поднялось на порядок выше и говорит я с полной уверенностью подтверждают то что венчун тот которым занимаемся мы работает на все сто процентов я там тоже кое-что написал но если вам и конечно интересно могу вам сказать что она не будет работать только в том случае если у человека нет никакого опыта и если он привык летать каких-то розовых очках каких-то своих сказочных замках в небе и думать что он мастер и супер пупер блин специалист так вот по этой теме я хотел бы здесь на своем канале высказать мое мнение все вот эти вот поединки спарринги межстилевые допустим венчун против ммэй или айкидо против вольной борьбы или айкидо против филипинского ножового боя или карате против венчун не важно вот эти вот межстилевые спарринги на мой взгляд да конечно делиться опытом может быть взять какую-то технику из одного направления лучшую хорошую технику действительно эффективную чтобы внести ее в свой стиль развиваться дальше обогащая свой стиль обогащая свое направление дополнительными техниками взятыми из других направлений это очень хорошо но сама суть вот этих вот межстилевых спаррингов сводится к элементарному дискредитации или относящиеся к какому-то направлению восточных единоборств с целью доказать его неспособность не работоспособность неэффективность и убедить людей в том что они тратят свое время в пустую то же самое возьмем айкидо если мы выставим айкидошника против боксера или против каратиста естественно айкидока проиграет точно также айкидошник проиграет против классической или вольной борьбы связано это с тем что многие думают раз допустим айкидо или тот же самый винчун это боевой стиль да это боевая система рассчитанная на самооборону не на нападение и когда морихей уэсиба создавал свое айкидо он его создавал для того чтобы найти баланс между человеком и природой найти гармонию и уже после этого используя как говорят все трактуют его сил используя силу противника противодействуя этой силе победить противника айкидо это система самообороны винчун это система самообороны карате изначально система самообороны и теперь смотрите если мы ставим айкидо против того же самого карате спарринг они должны друг на друга нападать айкидошник сразу становится в защитную позицию и если ему удается он пытается подставиться под противника так чтобы было выгодно ему использовать ошибку противника и его контратаковать карате же наоборот если он идет в атаку то допустим как у шинка это он уже идет в атаку ему будет все равно как там становится айкидока пытается ли он его подловить на каком-то финте или нет он его будет побеждать он победит он его победит на улице же те же самые борцы мм и те же самые кикушин кай отгребают по полной наравне с айкидошниками наравне с винчунистами поэтому утверждать что что-то не работает она вообще глупая она никакое она не имеет смысла этим заниматься это довольно дилетантское мнение довольно дилетантское высказывание и такие люди они просто чего они с чего они сами то добились когда они говорят вот это вот чего не давили допустим он ну пусть он занимается китбоксом пускай пусть он занимается там допустим обычным боксом или рукопашным боем да ради бога занимается но это не значит что ты допустим 23 года от занимавшись своим каким-то направлением стилем можешь утверждать что какие-то другие стиле неэффективны а вдруг ты от занимавшись пускай 5 минут допустим 10 лет от занимавшись столкнешься на улице с тем человеком который является тем же самым винчунистом и отдал этому винчун ну вот как керншпехт 50 лет своей жизни или допустим 40 лет или 30 лет и этот человек знает не только свой стиль от и до но также знаком с другими стилями с другими направлениями и этот человек тебя хикбоксера победит заломает на раз-два никогда и я раньше выступал тоже вот так вот рыпался со своим дилетантским мнением что мол типа винчун это все фигня это все фигня потому что почему я так говорил буду что с этим не сталкивался сам лично не занимался этим и не имел никакого понятия о тех направлениях которых я рассуждал это было давно пускай даже 10-15 лет назад когда я свою технику технику карате в технику рукопашного боя в технику хунгар начал добавлять по совету тех же самых именитых винчунистов сколько времени по совету тех же самых именитых винчунистов допустим здесь в германии стал добавлять их техники в свою можно сказать систему я понял что да во многом различные техники рук блоки удары переходы контратаки они действительно работают просто нужно знать в какой ситуации они могут быть применимы только так и никак иначе если мы к примеру выходим против на улице против двух гопников против трех гопников у одного нож или там разбитая бутылка в руке двое ищут от тебя а ты становишься такую классическую стоечку ну давайте подеремся но блин ребята но вы точно отгребете по полной программе тут нужно уже действовать не строго по традиции как этого требует что так она что такая хорошая система это хорошая карате но не развиваясь традиция умирает сама в себе нужно уметь правильно оценивать ситуацию нужно уметь действовать по ситуации нужно знать какая техника какой прием какая контратака блок и так далее могут быть применимы в данной ситуации а могут быть и не применимы какие техники будут эффективны какие не будут эффективны а для того чтобы это понять нужно отдать изучению того же самого карате ну минимум лет 15-20 да это срок большой это срок большой но он того стоит точно так же помимо одного какого-то стиля желательно заниматься еще какими-то стилями просто для расширения своего кругозора для полноценной картины что того что может к примеру вам в жизни встретиться если вы будете идти только в одном узком своем направлении вы будете там крутым специалистом да идеальным специалистом но к сожалению столкнувшись с каким-то другим стилем имеющим в своем арсенале абсолютно другие техники не такие как у вас не не похожие ни на что вы попадете в просад все что я хотел сказать вот по этой теме касательно просто так вот увидел дискуссию злобный такой комментарий против господина кернспехта там высказался и вот говорю здесь у себя на канале не забудьте подписаться на мой канал поделиться видео с друзьями оставить лайк свой адекватный комментарий уважайте мнение других уважайте друг друга уважайте стили и направления которыми вы не занимаетесь но имеете какие-то резкие отношения вернее резкие противодействующие мнения против этих стилей прежде чем высказывать эти свои мнения подумайте а действительно ли эти мнения могут быть правдивыми или точными не забудьте подписаться оставить лайк всем удачи с вами был я владимир козырчук автор канала о удач удачи